Спрос рождает предложение. В такие праздники, как Новый год и Рождество, он зашкаливает. Причем на все виды товаров. Накрыть стол полный разносолов – первостепенная задача каждой хозяйки. Но о подарках под елку и говорить не приходится. Их ждут как дети, так и взрослые. Потому в торговых объектах Брестской области был полный аншлаг. Это отмечают и в управлении торговли Брестского облсполкома. Самое главное, что цены держались на одном уровне. В новогодние рождественские праздники торговля справилась. Справилась и с обеспечением продукции, и справилась с требованиями Министерства торговли и правительства о недопущении необоснованного роста цен. Как уже известно, с принятием постановления Совета Министров номер 1207 от 19 декабря было установлено недопущение роста цен выше уровня 18 декабря. И фактически с принятия этого, мы и до этого контролировали, но с принятия этого восстановления этот вопрос был взят на жесткий контроль. Всеми службами, регулирующими торговлю, городов, районам, облсполкомам проводится фактически ежедневный мониторинг уровня цен. И те вопросы, которые возникали, конечно, принимали соответствующие меры. Конечно, ценовой диапазон, по словам Валерия Мацкевича, на такую продукцию, как импортные электротовары и заморские фрукты и овощи, увеличился. Но это так называемый критический импорт, а посему регулировать цены как на свой белорусский товар невозможно. Но в данном случае помогали всевозможные скидки и акции. Покупатели радовали красно-желтые значки, свидетельствующие о 20-30% скидках. Всегда по приезду стараемся посещать ваши магазины, особенно рядом с гостиницей у нас находится данный магазин. Поэтому постоянно, как приезжаем в Брест, сюда, только сюда. Как цены? Цены, мне кажется, довольно-таки демократичные такие цены, что можно что-то и выбрать. Вернее, большой выбор, что и цены приемлемые такие хорошие. Очень любим ходить в ЦУМ. Мы сами не местные, но когда приезжаем, с удовольствием сюда приходим. Нам нравится широкий ассортимент товара и постоянно действующие скидки. Что-нибудь приобрели себе? Пока нет, но обязательно что-то приобретем. Торговля тоже шла навстречу. И это в подождении было проведение единого дня скида, который был 28 декабря. В нем принимало участие порядка больше 170 торговых объектов. Акция была сугубо добровольная. Торговля, производители предлагали скидки на цену отпускную, на цену розничную, на широкий спектр товаров. В первую очередь, конечно, мы были заняты в непродовольственной группе товаров и, в первую очередь, товаров отечественного производства. При новогодние дни особым спросом у брещан пользовался гипермаркет «Алми». Выбор товаров огромный, а цены и скидки привлекали покупателей со всех районов областного центра. Открывшийся не так давно торговый объект такого количества покупателей еще не видел. Сотрудники отмечают, что работали в усиленно-скоростном режиме. В принципе, наверное, остались. Прежние? Ну вот, на то, что мы обычно покупаем, в принципе, да. А вот эти акции, здесь действительно постоянно проходит акция? Всегда. Каждые две недели они обновляются, эти акции. Я сюда хожу редко, но магазин ваш нравится мне. Ну, цены, как и везде, ну, вроде как у вас меньше цены. Вот, но магазин просторный, красивый. А вот эти услуганы, акция, акция, заметили? Да, тут у нас много всего, вы сами снижаете. Студент, как бы, акция, это всегда полезно и очень хорошо для студентов. И цены вполне устраивает. А про акции что можете сказать? Про акции, ну, они всегда подходят к праздникам, и они всегда выгодны, и всегда очень хорошо отображаются и на праздниках, и на настроениях, и на кошельке. Лариса Осмолович, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.